Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Микеланджело Буонаротти Мадонна с младенцем и маленьким Иоанном, 1503-1504 годы, мрамор 85 на 82 У данного произведения есть и другое название, Тонда Пяти, по округлой форме рельефа, исполненного в традициях растительных Тонда Знакомых зрителей по представленному в музее Барджелло работам членов семьи Делоробия Однако Микеланджело не предполагал использовать цвет, зато светотеневая моделировка здесь чрезвычайно сложна Отчего образы Богоматери и двух детей оказывают наделенными удивительной силой, живостью, спокойным, но ясно ощущаемым дыханием Такого эффекта воятель добивается совершенно разной по завершенности обработки материала, долотом и резцом Позже Микеланджело сделала фигуры некоторых Сивил, пророчиц, на плафоне Сикстинской капеллы в Ватикане, похожими позы на Богоматерь Стонда Пяти Незадолго до создания этого произведения мастер исполнил похожий мраморный рельеф Мадонда Тадеи Полагает, что источником послужили медальоны на древнеримских саркофагах Спустя два года он начал работать над еще одним шедевром, но уже живописным, Мадонной Дони В названиях всех трех творений включены фамилии владельцев Семейство Пяти в 15 веке постоянно соперничало с Медичей, в том числе в области меценатства Ну вот такое описание я нашел к работе Микеланджело Буанаротти Мадонна с младенцем и маленьким Иоанном в интернете Пока-пока, до свидания, я пользовался текстом Великой Музеи Мира Продолжение следует... Продолжение следует...